Всем привет, ребята! С вами снова я, Димас. Сегодня будем готовить такое блюдо, как макароны по-флотски. Будем использовать фарш. Вот у нас домашний, тут свинина и говядина. Также будем зелень, петрушку, лук репчатый у нас будет использоваться. Добавим томатов, приукрасим эти макароны по-флотски. Также вот макарошки вот такие, улитки. Масло будет использоваться, чуть специй, соль, сахар, перец. Мы добавим орегано, ну и кетчупом немножко тоже сгладим это всё. Чесночка, естественно, добавим тоже. Быстренько нарежем наши овощи и пойдём обжаривать мясо и овощи, и уже готовить наше блюдо такое вот простецкое сегодня. Добавим чуть маслицы. Сейчас подойдём, она накалится. Не сильно, чтобы фарш сильно не пригорал. Сейчас главное, чтобы он раскалилось. И будем обжаривать наш фарш. Ну вот мы закинули наш фарш и обжариваем, чуть-чуть колерка даём и закидываем лук. Можете всё это обжарить отдельно, мясо вытащить, лук обжарить, потом кинуть. Как бы, как удобно. Ну, типа, будет столько отделения, типа, все по-разному. Ну, мы решили вот обжарить всё вместе. Сначала фарш, потом лук, как бы всё в полевых условиях у нас, как обычно. Ну вот смотрите, ребята, у нас фарш обжарился немножко, колернулся. Лук добавляем наш и чесночок. И продолжаем обжаривать дальше. И на сильном огне такой, чтобы лучок золотистый стал, отдал свои все соки. Это первая наша добавка будет к нашим макаронам по-флотски. А второе действие, это вот мы добавим буквально щепоточку орегано или душицы, правда, по-своему роде. Чуть отойдём в Италию. Добавим маслиц чуть-чуть. И постоянно помешивая, обжаривайте лучок и продолжайте фарш обжаривать. Ну, запах хороший получился. Песнок, орегано, лук. Прекрасный запах даёт. Ну вот у нас лучок тоже начинает немножко обжариваться. И закинем мы томатики наши. Ещё одно дополнение. И зелень. Ну, зелень всегда. Макароны по-флотски шла, любая какая-нибудь там, какая есть. Мы тоже начинаем всё томить, сейчас обжаривать. Помидорки начнут расходиться. И уже закинем наши макарошки. Блюдо готовится буквально на глазах, там полчасика. Если все ингредиенты у вас подготовлены, всё очень быстро получается. Вот добавим немножко сухого укропа. Он даст такую пикантность мясу. Ну, укроп как бы на любителей, но он очень приятный такой вкус даёт. Так же добавим перец молотый. Я добавлю белый. Нестандартный вариант, но чуть добавлю. Ещё маслице дадим. И щепотку буквально копчёной паприки сладкой. Придаст тоже аромат свой. Я добавлять люблю во все блюда чуть-чуть сахара. Он тоже свою пикантность даёт. И заодно карамелизует наше блюдо. Даёт более яркий цвет такой, за счёт сахара плавится. Тает и даёт свой горелый такой привкус, аромат любому блюду. Особенно если вы жарите на открытом огне. Всё очень потрясающе получается. На нашем макарошке приобретает симпатичный цвет. Такой вот оттенок. Чуть отходим от классики, но приятно получается. Также добавлю самого дешёвого простецкого краснодарского кетчупа. Кто знает, только такой был в Советском Союзе, либо баночка. Прям вот чайную ложку. Тоже даст свой такой вот, своё воспоминание к вкусу. Добавит какие-то нотки. Раньше без этого кетчупа никуда. Вот этих именно баночках. Пластмассовых. Отечественное производство. Вот помидорки наши растворяются. И вот сейчас мы макарошки закинем уже. И будем заливать водой. Мы не стали варить отдельно. Всё доведём в казане. Как бы чтобы не пачкать посуду. И всё. Причёли так сделать. Такие макарошки у нас. Улитка. Ну разные названия тут у них. Номера в зависимости от компании какие-то. Ну достаточно крупные. В Советском Союзе были рожки разные. Вот высыпаем полкило. У нас тут твёрдое зерно. Сейчас чуть помешаем. Чтобы они обжарились. Так сказать. Чуть из себя забрали запахи и ароматы. И у нас тут написано. Аль денте научились у нас итальянским словам производители. 9 минут. Обычные макароны по стандартному советскому ГОСТу. Разваренные 11 минут. Мы будем варить минут 7. Так как мы снимем. И они в казане по-любому дойдут. А то и меньше. Чтобы у нас супер аль денте получилось. Ну всё. Вот заливаем наши макарошки водичкой. Так чтобы они немножко скрывались. Только начинали скрываться. Опять же размешаем. Медленный-медленный огонь у нас. И они сейчас дойдут. За счёт инерции казана. Будут отличные по-флотски макарошки. И доведём до вкуса. Если что, досолим потом. Всё. Накрываем крышкой. Ждём 7 минуточек. Ну вот, смотрите. Мы немножко подзабыли про наши макарошки. Прошло, не как я предупреждал, 7 минут. Но тут вообще у нас не было углей. Я всё разгрёб. Мы с оператором просто отходили. И очень красиво так получилось. Вся вода впиталась. И макарошки получились супер. Вот прям. Чуть переваренные, чем аль денте. Ну, очень вкусно. Соли не хватает, сразу говорю. Мы добавим, как я и обещал, чуть сальцы. И это всё дело перемешаем, естественно. Смотрите. Они даже немножко там... Есть бульончик. Даже немножко поджарились. Смотрите, как классно. Вот это, я понимаю, вообще бомбические макароны. Как бы мы готовим не на сковородке, а именно на казане. За счёт её инерции. Ну, я помню, в детстве всегда были макарошки переваренные. О чём я вас предупреждал. Ну, друзья, смотрите, что у нас получилось. Мне кажется, прекрасные макарошки. Такие красивые. В казане они изумительно получились. Очень даже это рекомендую сделать. Попробовать чем-то в сковородке. Они тут хорошо доходят. И прекрасно себя чувствуют. Может быть, такие макароны купили. Они такие прям жёстненькие. Может быть, научились у нас макароны наконец-то делать. Ребята, вкусные макароны реально по-флоске. Мы добавили свои несколько изюминок в это блюдо. Дабы поедать ему более яркий вкус. Цвет. В любых условиях. На скорую руку. Это идеальное блюдо. Пробуйте, готовьте. Вот такие прекрасные макарошки, которые мы сегодня для вас сделали. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператор Антон. И вся банда Куус Браза Хукс. Увидимся в нашем канале. Пока-пока.